Добрый день, уважаемые студенты! Здравствуйте еще раз! Меня зовут Константин, я один из представителей немецкого концерна Виего в северо-западном округе Российской Федерации. Хотел бы вам сегодня рассказать о трубопроводах из меди, нержавеющей стали, оцинкованной стали. Это ноу-хау-фирма, которая уже более 100 лет. Этим трубопроводам более 30. В Германии они применяются давно. В России 10 лет успешной практики. Это тот опыт, который мы имеем на сегодняшний день. Поэтому технология не так уж нова, если говорить о начале ее использования. Но очень большой сегмент людей у нас еще не имеет о ней информации. Хотя на сегодняшний день они в розницу продаются. Но тем не менее, с технологическим процессом мы сегодня познакомимся подробнее. Общее для всех систем, независимо от материала, это инструмент. Вот этот вот пресс-инструмент, который от 15 до 108 диапазона соединяет, независимо от типа материала, любые пресс-соединения. То есть медные, из оцинкованной стали, бронзы, нержавеющей стали. С помощью вот таких вот насадок они имеют свой профиль. Очень просто устанавливается. В сам инструмент профиль называется В, он шестигранный, от любой металла. И существует второй профиль с различными названиями круглого типа. Это вот металлопластиковый и ПЕКС трубы. Основное требование к инструменту это давление 32 кН. Столько он должен выдавать, чтобы успешно без изменения времени опрессовки монтировать все вот эти диаметры до 108. Соответственно, такое давление может выдавать только электро-гидравлический инструмент. В нем электро-гидравлическая схема в данном инструменте присутствует. Также есть еще ряд компаний, которые для различных рынков производят подобную продукцию. Он имеет электронную схему, которая контролирует процесс соединения. То есть, если мы, например, вытащим шток и не до конца у нас будет закреплена губка, он показывает, что работать с ним нельзя. Вот у нас пликает красная лампочка. То есть, инструмент к рабочему не готов. Только когда у нас все защелно до конца, он дает нам добро на соединение. Соответственно, здесь же, дальше ниже индикаторы, это индикатор техосмотра. Когда у нас инструмент проходит 30 тысяч циклов, соответственно, он автоматически начинает бегать, что показывает нам длительность работы инструмента и необходимость его технической проверки. И еще через 2000 циклов, то есть обжатие, он автоматически блокируется. То есть, мы не сможем с ним работать, пока не пройдем обязательный техосмотр. Достаточно много вот эти 32 тысячи циклов. То есть, это не один, не два, не три коттеджа, например. Но, тем не менее, нужно серьезно к этому относиться, потому что аппарат вот этот очень большое давление. Соответственно, он так или иначе является источником повышенной опасности. Поэтому нам очень важно осознавать, что он работает 100% корректно. Теперь в плане обрисовки. Любой фитинг производства компании Вьего, несущественно от материала. Это фитинг с двусторонней обрисовкой. Иными словами, вот здесь, в центре, покажу на большом, так, наверное, на гряде. Вот этот вот раструб. Здесь находится уплотнительное кольцо из этиленпропилендиинга учука. Собственно, все ограничения по температуре, давлению, сроку службы систем, это ограничения именно этого уплотнения. Без уплотнения металлические парасистемы работать не будут. Срок, который мы даем, это 50 лет. Нагрузка это 16 бар при температуре 110 градусов Цельсия. Это параметры очень с большим запасом. Но, тем не менее, это параметры, в отличие от тех же пластиковых систем, именно долгосрочные коррелирующие работы. То есть при таких параметрах система может поработать в долгосрочном режиме. Это ее основной плюс. Второй плюс этих систем, то, что здесь место соединения трубы и фитинга, это сильное место системы, а не слабое. То есть в месте, где мы прессуем, у нас образуется двойная стенка, двойной монолит. Поэтому, если вы будете, как у нас, допустим, на фабрике это делают, тестируют на разрыв соединения, подавая большое давление, то со временем у вас треснет именно труба, лопнет, а не соединение. И в отличие от тех же металлопластиковых соединений, здесь нет гидравлических потерь. То есть если там у нас вставляется фитинг в трубу, соответственно, идет заужение диаметра, то здесь вот этот диаметр номинальной трубы, который мы видим, он останется без изменений таким всегда, то есть поскольку мы фитинг одеваем сверху. Для защиты от неправильных соединений, или просто, если вы забудете опрессовать соединения на больших объектах, такое случалось не раз, у нас есть защита, так называемый контур безопасности. Он находится там, где стоят вот эти вот точки, они разного цвета могут быть. Зеленые это водоснабжение отопления, только на отоплении они красные, и желтые это газоснабжение. То есть что делает этот контур безопасности? Он при испытательном небольшом давлении выявляет протечку. Ну, либо если это газ, то просто потение давления фиксируется на приборах. То есть системы, как и металлопластиковые, они соединяются и стоят довольно плотно, даже если мы забыли опрессовать. То есть, грубо говоря, они друг относительно друга не изменяют свое положение. Соответственно, если бы вот этого контура безопасности не было, то при испытательных подачах у вас бы ничего не произошло. То есть мы не поняли бы, что система не опрессована или неправильно опрессована. Эта технология пришла не сразу. Изначально их не было, но потом из практики выяснилось, что хорошо бы ее иметь. И второе, почему у нас все фитинги именно присутствуют с двух сторон, то есть так называемая двойная опрессовка слева и справа от уплотнительного кольца. Они дают направляющую для трубы. Когда труба доходит вот до этого момента, до самого уплотнительного кольца в фитинге, она уже имеет строгую направляющую. Иными словами, у нас нет риска концом трубы металлической повредить уплотнительный элемент. Это достаточно важен. Если бы у нас фитинг был обрезан, и у нас соединение начиналось бы именно с уплотнения без направляющей, то тогда, особенно если трубу отрезать неаккуратно, мы могли бы ее вот такими крайами повредить уплотнение. И тем самым в дальнейшем здесь было бы слабое место системы и протечка. Вот одно соединение я сам продемонстрирую. Все протекает очень быстро. Собственно, вот такая скорость, независимо от диаметра, она на опрессовке любого соединения. То есть это буквально пару секунд. Если мы не до конца нажмем курок, соответственно, то клещи сами не разжимаются. Это, опять же, защита для того, чтобы соединение у нас было именно стопроцентно правильно опрессовано. То есть недоопрессовать его нельзя. Инструмент уже на сегодняшний день доведен до достаточного ума, чтобы не позволить вам это сделать. Если же все-таки у нас по каким-то причинам, то есть причина самая часто распространенная, это одна, то есть это отключение электричества, либо если у нас аккумуляторный тип инструмента, соответственно, съел аккумулятор в процессе опрессовки, то здесь есть красная кнопка. Это принудительное нажатие клещей. Если по каким-то независящим от нас причинам, именно в процессе опрессовки у нас клещи заблокированы. Поэтому любой может достаточно быстро научиться работать с этим материалом. Основные для этого требования, ну, помимо знания о самом типе материала, да, что такое медь, что такое стальные трубы, что такое нержавеющие трубы. То есть помимо наличия инструмента еще потребуется труборез. Он бывает электрический, бывает ручной, как вот этот. То есть для резки тонкостенных трубопроводов, для маленьких диаметров, как правило, все монтажники пользуются ручным вариантом. Электрический вариант прилично дороже, то он существенно сокращает время нарезки. Плюс после него трубу 100% не нужно калибровать, то есть именно зачищать по краям, потому что делает это очень ровно. У всех хороших труборезов есть направляющая, то есть которая именно заставляет его резать трубу ровно, то есть без откоса, чтобы она потом, соответственно, 100% ровно входила в трубу. Тонкостенные трубопроводы нельзя резать болгаркой и подобным инструментом, потому что это нарушает целостность трубы. Особенно это касается оцинкованных трубопроводов, где у нас стальная труба с верхним оцинкованным слоем, который повреждается в процессе нарезки его той же болгаркой. Поэтому это самый доступный и простой просто способ, почему об этом говорю, но не нужно. И еще один общий нюанс, это контроль того, что у нас труба вставлена в фитинг до конца. Для этого мы используем строительный маркер. То есть вместе соединения трубы и фитинга мы ставим риску. Потом, когда мы часть системы или систему целиком собрали, мы идем, порисуем и смотрим, чтобы эта риска находилась впритык к корпусу фитинга. Это значит, что труба обратно не вышла. Почему это нужно? Потому что здесь, в отличие от пайки, сварки и так далее, мы собираем часть системы сразу, не работая с инструментом, с целью ускорения процесса. Поэтому в дальнейшем, когда мы где-то в стороне с другой частью трубопровода работаем, мы можем трубопровод немножко раскачать, и у нас труба из фитинга выйдет. Соответственно, соединение уже не будет стопроцентно герметичным, и если этих рисок не будет, мы никак не сможем визуально это зафиксировать. Здесь по понятным причинам, поскольку у нас труба вставляется в фитинг, здесь нет никакого ревизионного окна, через которое мы могли бы это зафиксировать. То есть это является обязательным требованием при монтаже. Вот этот нюанс нужно знать. В дальнейшем, если вы используете сертифицированное для работы с накрасственными трубопроводами оборудование, никаких проблем у вас возникнет, ну, даже не то, что должно наверно, и не может. То есть на сегодняшний день техника уже достаточно дошла до того, чтобы делать практически все за нас. С нас только проект трубопровода, понимание, какие соединители, какие трубы нам нужны, и, соответственно, непосредственно их соединение. С дальнейшим, тем не менее, тестовым испытанием. Для этого у нас вот этот контур безопасности и есть. Соответственно, по поводу гибких тонкостенных трубопроводов, то есть любым трубогибом сертифицированным для этой работы производство, как правило, европейские производители, плюс Риджид, американцы, они упускают трубогибы, опять же, электрические ручные. Для гибких труб это несколько сложнее, чем плюс металлопластиковые трубы, но, тем не менее, это возможно, особенно с медными трубами, которые являются достаточно мягким материалом, и это одно из их преимуществ. Поэтому возможно. Минусов у этих систем по большому счету нет. То есть у нас только адекватная подборка, для какой ситуации, какой материал и с каким уплотнением нам выбрать. То есть, соответственно, для газа уплотнения стоят фитинги другое, акрилонитриум, т.д. и.р. и.р., что она называется. Понятно, почему другое, то есть плотность газа и воды, они разные. То есть медь это универсальный материал, он может работать как с газоснабжением, так с водоснабжением, так с отоплением. Его единственный минус это нестойкость так называемому pH-фактору среды. То есть, чтобы устанавливать метрые трубопроводы, в этом плане брейс-системы не отличаются от пайки. То есть мы должны понимать pH-систему. По данным водоканала, пару лет давности у нас было что-то 6,5-7,5. Это достаточно большой разброс, и самые низкие показатели вот этого разброса, они меньше, чем медь позволяет. То есть от 7,0 можно спокойно душой использовать эти системы. Поэтому на сегодняшний день именно в черте Санкт-Петербурга основное их назначение это отопление и газоснабжение. Трубопроводы из оцинкованной стали, у них достаточно узкое применение. это отопление. При этом отопление замкнутого контура. Это самая недорогая, но при этом самая уязвимая система. Почему? Потому что в отличие от русских стальных труб, которые у нас стоят поголовно везде, в дешевом гражданском строительстве, у вас дома, у меня дома, то есть они коррадируют, но они очень толстые. То есть иными словами, до того, как у нас стенка закончится, проходит много лет. Это все равно не есть хорошо, потому что понятное дело, что части вымываются в саму систему, в том числе и в системе водоснабжения. Поэтому немцы, в принципе, такие системы на отопление, на водоснабжение не используют. Второй минус этих систем, это достаточно капризная труба. То есть понятное дело, что стальная труба очень и очень много с чем вступает в реакцию. Привезли трубу на объект, положили под открытым нервом, ей очень быстро будет нехорошо. Тут трубопровод оцинкован, и труба в том числе, но этот оцинкованный слой может повредиться за счет разного физического воздействия. Поэтому обращаться с ним нужно аккуратно. Но на сегодняшний день для российского рынка эта система достаточно важна, и продается много именно в силу цены. Слои. Самый любимый мой материал, это бронза. Бронзовых труб, конечно же, нет. Они бы стоили очень дорого, но есть фитинги. Фитинги бронзовые, во-первых, универсальны. Они могут устанавливаться в любую систему. В медную, из нержавеющей стали, на газоснабжение, на водоснабжение, отопление. То есть бронза универсальный материал для работы с хлорированной водой. И это факт. То есть допуск по содержанию паридолонных в воде почти в три раза выше, чем у даже хорошей немецкой нержавейки. То есть 600 мг на литр, против 204, например, нержавейки, 1,4401. Поэтому применять можно и нужно. Плюс именно бронзу мы используем для перехода, например, от нашего стального, черного, так называемого, трубопровода, на трубопроводы вот этих тонкостенных. То есть это, что это такое, например, для меди. То есть медь и сталь, они имеют противоположные потенциалы, соответственно, напрямую их соединять нельзя. Для чего нам нужен разъемный бронзовый диалектор, который на себя возьмет эту нагрузку, соответственно, в дальнейшем мы можем спокойно использовать нержавейки на трубопроводы. Наша компания производит также спектр запорной арматуры, то есть это вентели, это шаровые краны, бабочки, соответственно, как для вода, так и для газоснабжения. Как правило, они тоже из бронзы, и отчасти поэтому, отчасти потому, что они вам могут на пресс, мы позиционируем их срок жизни такой же, как срок жизни всей системы. То есть у нас в России нормальная практика, это краны всегда ставить через американки, накидные гайки, в силу того, что у большинства монтажников есть уверенность в том, что кран не проживет столько, сколько проживет система. То есть мы даем одинаковую гарантию, как на запорной арматуры, так и на саму систему. Естественно, это требует некоторых уважений в эту технологию, в материалы, но тем не менее. То есть зато это дает возможность, например, вот как здесь, то есть у нас без всяких накидных гайок смонтировано, сэкономить, соответственно, на двух фитингах по краям. Ну и нержавеющая сталь. Материал универсальный, он не применяется на сегодняшний день в газоснабжении в силу своей стоимости. Это универсальный материал на водоснабжение, в силу того, что качество воды, по большому счету, ему безразлично. То есть жесткая вода, мягкая вода, он к этому очень устойчив. Единственное, что не очень нравится нержавейки, это большое содержание хлора в воде, но на сегодняшний день в Санкт-Петербурге, по крайней мере, этой проблемы нет. То есть у нас самые современные очистные, даже не в России, а в Восточной Лорке. По крайней мере, если центральную станцию брать. И у нас с хорами не так все плохо. То есть даже тесты, которые делались в Москве, они все равно показывают, что все-таки содержание хлора у нас не так уж далеко, гораздо меньше его, чем то количество, которое нержавеющие трубопроводы могут переварить. Поэтому со спокойной душой везде можно использовать эту систему. На отопление, скажем так, много используется и покупается, ставится сейчас, но большого смысла нет. Мы не получаем по сравнению с медным трубопроводом практически никакой выгоды, кроме, может быть, чисто эстетически, визуальной красоты. Это основное. Хотелось бы, чтобы пара-тройка человек сами опрессовали ту или иную систему. Кто желает попробовать. Давайте. Давайте я инструмент максимально разоружу, чтобы вы начали с нуля. Это весь технологический процесс. Так, сперва инструмент. Давайте вот сюда вставать. Я вставал, но я вставал, но отойду и буду только руководить. Так, первая, ну, в сеть включена, понятно, теперь насадка. Вперед. Так. Закрываем до конца. Так, теперь шмобка питания. Она там одна, вариантов нет. Горит зеленый сигнал, значит, инструмент готов к использованию, все установлено правильно. Теперь кусок трубы. Любой. Есть. Так. И фитинг. Такого же диаметра 22-го. Соответственно, вставляем до конца. Есть. Все. Дальше не идет. Теперь, да, монтажный маркет. Готово. Соответственно, разжимаем клещи, вставляем соединение. Там тоже есть направляющая. Как видите, вставить неправильно практически невозможно. То есть, у нас будет очень сильный перекос и будет шататься вправо-влево. Сейчас установлено все правильно. То есть, клещи сами принимают форму соединения. Все, держать руками ничего не надо. Просто жмете единственную имеющуюся у нас так, ну попробуйте разжать. Не получается. Не до конца. Значит, не до конца. Раздастся небольшой щелчок, когда все добедется до конца. Вот он. Все. У нас ходуники отыгрались назад. Все, соединение готово. Спасибо. Спасибо. Еще желающие есть? Ну давайте. Подождите. Все возвращаем в испортное положение. Включаем. Смотрим антикатор. Все готово. Это уже отжатое. Берите любой можно и этот конец трубы использовать. Маленький диаметр можно стыковать практически в угол друг друга. Рано. Мы кое-что забыли. Конечно. хорошо. Угу. Угу. Хорошо. Все. Отлично. Разжимаем. Благодарю. Ну давайте еще кто-нибудь. Ну давайте еще кто-нибудь. Так. 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 Все. Отлично. Все, благодарю. Еще одна возможность инструмента это его вращение вот этой вот рабочей части. То есть оно позволяет более удобно подбираться к труднодоступным местам. Для совсем труднодоступных мест есть отдельно стяжная так называемая губка. То есть в нее вставляется маленькая цепь, которая оборачивается вот эта вот опросовочная часть. И она, соответственно, вот так вот входит туда-сюда. То есть это нужно для того, чтобы, например, в квартирах подбираться к радиаторам, либо в санузле, где у нас очень много соединений и бывает трудно туда подобраться. Также компания выпускает более компактный маленький инструмент. Вот этот весит 4 килограмма, есть на 2,5. Опять же для работы с небольшими диаметрами в труднодоступных местах. Вопросы? Какова стоимость этого инструмента? Именно этого инструмента стоимость в районе 5-10 тысяч, но это, скажем так, премиум сегмент. То есть это швейцарское производство на сегодняшний день, ну, наверное, самое дорогое, которое есть на рынке. Компании, известные нашим монтажникам, РЭМС, РИДЖИД, Роттенбергер, они тоже производят электро-гидравлический инструмент, который выдает 32 килоньютона. Они стоят от 33-34 до 45 тысяч. То есть тут выбор есть. Отличие глобального второстепенных опциях. То есть это время ДТО, допустим, у Роттенбергера дешевый инструмент, но там ДТО 10 тысяч циклот, а не 30. Соответственно, когда мы этот понесем первый раз, там уже заплатим за 3 этих самых ТО, и в итоге его стоимость станет такой же. Аккумуляторы различные. То есть кто-то применяет старый никель-металлогидридный аккумулятор с эффектом памяти и процесс через некоторое время менять. То есть у нас литий-ион стоит более современный вот на таких инструментах. То есть без эффекта памяти. А в общем и целом, то есть подобрать инструмент каждый себе может. То есть понятное дело, что он не самый дешевый, но он один на всю жизнь и у него очень большая универсальность. То есть вот у вас, грубо говоря, получается медная система, нержавеющая, зацинкованная сталь, плюс фитинги из бронзы, металлопластик, ПЕКС. То есть вы охватываете очень большой спектр. Этим спектром, плюс газоснабжение, то есть мы можем полностью весь частный дом охватить. То есть допустим, подвести тот же газ, обвязать всю котельную и развести по конечным приборам. с помощью одного инструмента. Поэтому на самом деле, да, однократные вложения приличные, но окупается достаточно быстро. Это в принципе самый дорогой компонент системы. То есть фитинги, вот такие, допустим, медные, они не стоят дороже, чем, скажем, металлопластиковые фитинги. Труборезы поручены достаточно недорогие. То есть опять же, все производители делают там год тысячи рублей. Они стоят, поэтому здесь проблемы, они везде есть, в любом газочном магазине. Окей, еще вопрос. Насколько вода зарядка коварятора? Насколько соединений? Есть варианты. Вообще глобально его хватит на то, чтобы достаточно большой дом вам обвязать. Но тут хитрость в чем? Видите, не меняется время опрессовки соединения, но меняется потребляемая мощность. Соответственно, чем больше у вас диаметр трубопровода, тем быстрее расходуется аккумулятор. Плюс, имеет место быть еще иногда, для нашей стороны актуально, это холод. То есть, когда температура меньше нуля, аккумулятор, банальный пример, мобильные телефоны, начинает уходить быстрее. Соответственно, вердикт такой, если у вас в системе есть, например, вот такие размеры, то лучше, конечно, работать с сетевым инструментом. Потому что аккумулятору хватит на сотню другую соединение. И не более того. Если соединение вот такого характера, скажем, 22-го до 28-го диаметра, на квартиры больше глобальной нет. То есть, вот это это сегмент все-таки крупных объектов, и частного до настроения больших котельных, тепловых насосов. Тогда можно работать аккумулятором, но вы спокойно весь дом закончите. Не вопрос. В комплекте поставляется с маленьким аккумуляторным инструментом дам аккумулятора 2. То есть, один в работе, один на зарядке. Поэтому вы, в принципе, можете работать без перебора. Минус аккумулятора 2, что он несколько тяжелее за счет этого самого аккумулятора. Есть еще вопросы? Нет? Тогда давайте поблагодарим представителей Константин, хорошие проведенные семинары. Я думаю, что эта информация для вас будет полезна в дальнейшем. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok